Всем привет! Это обзор онлайн-фестиваля Geek Picnic, прошедшего с 6 по 8 августа 2020 года. Geek Picnic – это крупнейший научно-популярный фестиваль, посвященный современным технологиям, науке и творчеству. В этом году фестиваль впервые проходил в онлайн-формате. На многих трансляциях и лекциях вот такое и меньшее количество посетителей. За 3 дня Geek Picnic можно было побывать на экскурсиях в пещере Блэкаут, поучаствовать в 10 воркшопах, познакомиться со 122 спикерами, представителями различных организаций, послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах на 8 сценах и квизах. Можно было пообщаться с создателями новых игр различных вселенных, пройти квесты в Geek Pavilion, посетить онлайн-музей космонавтики и побывать на научно-антарктической базе и многое другое. Для тех, кто пропустил Geek Picnic Online, хочу поделиться лекциями и онлайн-экскурсиями. Хочу отметить, что многие веб-трансляции, показы и демонстрации проходили в низком разрешении. При наличии 4К-монитора у посетителей онлайн-площадки, могло сложиться плохое впечатление о технической подготовке проекта. С этим уровнем можно путешествовать вне англоговорящей страны, и вам будет нормально. Я, кстати, никого из российских знаменителей не вспомнил с таким уровнем, поэтому если посетите, напишите в комментариях. Потом идет B1, Intermediate, Средний. Средний уровень – это один из самых распространенных среди изучающих английский. И это не потому, что дальше просто сложно, это из-за того, что этот уровень для обычной жизни достаточно. Вы уже можете обсуждать общие темы, книги, посмотреть фильмы. Это как, я не знаю, нормальная спортивная фигура, ну, без кубиков. Сами вам уже говорили, что среди знаменитых людей средний уровень, например, у Юрия Дудя. Если есть уровень ниже среднего, то логично, конечно, есть выше среднего. Это, например, как Ксения Собчак. Она достаточно бегло говорит, практически без ошибок, использует разные грамматические конструкции. У нее словарный запас хороший, и произношение тоже неплохое. Do you think a person who can influence millions of people all around the world should fight for the rights of people, for human rights, and express this view of freedom, democracy, and abstain? I think people should do what they feel in their heart. А это максимальный уровень, которого, как правило, может достигнуть мест носителей. С этим уровнем можно общаться на любую тему без ошибок, понимать носителей с разным темпом речи и акцентами, грамотно писать, и вообще еще перевозить хипко-треки. But we can still tell you, you're not one of us. Пример человека с таким уровнем – это как раз оксимирон. Такой уровень не всем нужен, но… Сейчас, секундочку, я скажу. При подключении к некоторым трансляциям, предоставляемые видеоматериалы были настолько плохими по качеству, что на некоторых картинках невозможно было прочитать даже что-то неопистое. Да, все, мы попробовали еще раз выйти в эфир. Собственно, презентация у нас готова. Все, я предоставляю слово. Можно начинать, да. Все. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Я Сизеев Томин, Болгар. И давно связался с обменами сиповедренных исследований. Впервые я появился в том, то есть человеку, что в 1997-1992 году. Потом с 80-го по 80-го, конец 87-го здесь работал с семьей, защитил диссертацию. Потом уехал в Софию, обучал там студентов. В 2013-м году защитил докторскую и с тех пор здесь продолжаю работать уже в качестве ведущего научного сотрудника лаборатории теоретической физики. В моей лекции я буду говорить о одной специфической модели, я думаю, стоит назвать Ширкова физиона, где в силе у нас перемены в размерности пространства. Засматривается гипотеза того, что было до начала большого взрыва и возможной эволюции силённой после него. Эта лекция основана на нескольких работах. Первая из них была Дмитрия Васильевича Ширкова. Я прямо покажу его. Крупнейший специалист в области квантовой теории ТВ и физики элементарных частиц. В своей работе он занимался исследованием фланга квантовой теории ТВ, некоторой модели, которую принято называть ФИФ-4. Пространство размерности 4, это пространство времени, 3, нормально, как обычно, пространственная размерность, это маленькая идея, плюс время. И он заметил, все известно, что в теории поля всё время какие-то расходимости мешают нам жить и дают непонятные результаты. И он заметил, что если в этой конкретной модели вы будете думать, что при очень высоких энергиях размерность пространства времени меняется от 4D на... А размерность времени меняется от 3D на 1D, то все эти расходимости уходят. Поэтому он предлагал рассматривать такие модели, игрушечные, конечно, вселенной, в которой меняется размерность самого пространства. А с временем ничего странного не происходит. И вот там есть некие модели, построенные на соединении двух цилиндров, разных диаметров, при помощи некоторого перехода. Потом этот переход нужно сужить до площади нулевой толщины, а потом этот цилиндр сжать в отмене. И тогда получается такая модель, здесь трёхмерное пространство, заполняющее этот цилиндр, а дальше следует одномерное пространство, некие нить, нулевой толщиной. Вот это была идея Ширкова. Меня пришли рассказать несколько о себе, чем я занимался. Занимался я очень многими вещами, поскольку я физик-теоретик. Теоретическая физика – это не наука, а это модель. И этот метод можно применять в любые области физики, но не только в физике. Поскольку времени мало, я не буду объяснять, чем я занимался в долгие годы моей творческой жизни. Но только красным подчеркнул, что я занимался устранением недостатка иншкеновской общей теории относительности, по которой я тоже буду говорить. Что за недостатки? Там были недостатки, но основной, на мой взгляд, вот в чём. Достижение иншкенов, что он объявил пространство и время в четырехмерном мегаобразии. Значало в специальной теории относительности, а потом в присутствии гравитации в кренен четырехмерном мегаобразии по острове времени. Ну, к сожалению, нам хорошо известно, что в трехмерном пространстве мы можем двигаться в три стороны, скажем, с севера на юг, с востока на запад и по высоте с ниже, вверх и обратно. Причём можем двигаться, как нам заблагорессуется. А с севером, пожалуй, вещи не так обстоят. К сожалению, я никогда не вернусь обратно по времени к своему 20-летию. А этот факт не учитывается в современных теориях типа специальной теории относительности и общей теории относительности. Кроме того, значит, это проблема не обратно по времени, кроме того появились новые проблемы, по которым я тоже буду говорить. Темная энергия и темная материя, что-то такое. И мы вместе с Дмитрием Васильевичем Ширковым, академикой РАН, начали заниматься вот этим полем, про который я уже говорил, надеянными силами с разными стечением времени, возможностями пространства. У меня, как физико-теорийка, глубокое мнение такое, что физика есть экспериментальная наука и в возможности, смотря на возможности технологий, мы знаем физические величины, описывающие явление мир с некой ограниченной точностью. Нам дают только структ-модели, которые хорошо описывают природу при известной точности физических величин. А когда точность измерения увеличивается на несколько порядков 10, 20, 100 раз, раз, мы обычно видим некие новые эффекты, которые не входят в рамках старых моделей, и надо строить новые модели. Это ответ не означает, что надо выгласить и забыть старые модели, поскольку они работают хорошо в своей области, в области своих границ, а очень часто белые модели не работают хорошо в области старых моделей. Примеют к тому классическая контовая механика, о которой дальше будет тоже идти речь. И вот, возвращаясь к этой тематике, я обосновал, почему я хочу для начала перечислить, у меня нет времени в деталях ходить, какими сведениями о реальной наблюдательной вселенной мы располагаем на сегодняшний день. Что мы знаем о нашей вселенной? Во-первых, благодаря усилиям новых исследователей, мы более... ...космического корабля, который на сверхсветовой скорости путешествует в другую звездную систему, и для них это повседневность, ну, это быт, это повседневность. Мы принимаем гостей ежедневно с 9 утра до 6 вечера, если есть какой-то там, допустим... В Петербург вообще не пролетает станция, и это всегда какие-то градусы на горизонте, которые можно захватить. Но мы знаем, что, ну, вот, так как мы занимались организацией таких сеансов, для ребят это просто, конечно, незабываемое ощущение, когда они могут задать свой личный вопрос и получить ответ. И они прекрасно понимают, они видят, что... Они видят, что на самом деле... Как сказать, предложение, мы можем даже задержаться. Ну, кто-то, допустим, опаздывает, но бывают такие случаи, мы можем не задержаться, так что здесь особо каких-то таких проблем. Вот, что касается радиолюбительства, я бы хотел сказать несколько слов, если вы позволите. Дело в том, что Мусамонаров, которого мы еще все-таки считаем земляком, он радиоинженер, и как раз таки Мусамонаров провел первую реолюбительскую связь с борта станции «Мир». И вот к нам региональное отделение Союза Ролюбитель России вышло с предложением создать у нас на базе нашего музея такую детскую коллективную станцию. Пока, к сожалению, мы работаем на коротких волнах, а чтобы связываться с космонавтами, там уже нужны другие волны. И еще плюс нужно разрешение, чтобы с ними связываться. Ну, в принципе, это все решаемо, поэтому, я думаю, в будущем появится у нас новое оборудование, которое нам позволит связываться и с космонавтами. В том числе, кстати, у нас был опыт уже в 2017 году, мы пробовали связываться с космонавтами МКС, тогда был у нас Юрий Маленченко. Ну, мы будем перезадать всего лишь пару вопросов. К сожалению, были такие технические проблемы, но не все так гладко, но, тем не менее, мы попробовали, у нас получилось. Потому что в Санкт-Петербурге это тоже очень короткий сеанс радиосвязи, и, конечно же, это действительно согласовывается с Роскосмосом, с Центром управления полетами, это включается в программу космонавтов, но для Санкт-Петербурга это всего порядка 8 минут, потому что над Петербургом вообще... Как я упоминал ранее, качество и разрешение видеопотока во многих веб-трансляциях и лекциях очень низкое. Добрый день, уважаемые зрители, меня зовут Николай Ускалетников. Сегодня я бы хотел рассказать о своем участии в рамках лаборатории АВИМ и о той проектной группе, которую я веду. Это проектная группа полного стекла разработки и на ассоциации лекциями. На слайде вы можете увидеть примеры проектов, о которых я хотел бы тебе рассказать. Следующая проектная группа, которую я веду в рамках лаборатории, мы предлагаем формирование этих не более полной методологии и стал оторвать на разработке инновационных устройств, как виталов, сначно-производственных и их последующий вывод на рынок. Целью нашей проектной деятельности является наступать в полный тип разработки, а то есть проходимый из всех этапов вот и последующего формирования людей нашего инновационного решения до его реализации и последующей коммерциализации с выходом на купе и мастер-плывки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...